Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Сегодня у нас четверг, очень хороший день, завтра пятница, а дальше выходные, поэтому по традиции сегодня мы проводим вебинар с участием Светланы Криско, практикующего психолога, арт-керапевта, психофизиолога, женщина, которая больше и лучше всех знает о продукции с наполнением из микросферы. И поэтому мы сегодня предварительно написали ей в зуме именно те вопросы, те темы, которые интересуют всех, кто проживает у нас на территории Евросоюза, то есть в Германии, в Испании, во Франции, в Бельгии, в Голландии. И вот попросим Светлану сегодня ответить на эти вопросы, ну и, конечно, еще затронуть тему, почему же все-таки изделия из микросфер помогают людям восстановить те органы, которые у них повреждены были в течение жизни и так далее. То есть именно на логическом уровне. Почему это происходит? Без всяких таблеток, без всяких уколов. Почему? Без всяких массажей. Не делая там серьезную зарядку утром там 20-150 или сколько раз приседая, не отжимаясь от пола, а просто прикладывая телу, именно какое у нас поражено, именно продукцию из микросферы. Светлана, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. Спасибо. Вы знаете, вот интуитивно удивительно какое-то у меня было сегодня ощущение перед семинаром, то я обычно жду, когда мне напишут пожелания и потом выступаю, рассказываю на эту тему. Мне очень понравилось пожелание предыдущего семинара, где мне пришлось рассказывать об очищении подробно на всех этапах, и я благодарна за это пожелание. А сегодня у меня такое было острое желание попытаться за вот это время, которое у нас там 45 минут, попытаться объяснить именно, как действует и почему действует. Вы знаете, прям вот такое у меня, оказывается, было такое намерение, то есть вы сейчас мне рассказали, что вот и прямо пожелание такое, ну это надо же, а у меня такое захватило меня такое вот желание, я ходила с таким намерением, думаю, нет, сегодня я предложу сама. И вдруг, оказывается, оказалось пожелание. И вы знаете, почему еще у меня это созрело? Потому что очень редко, то есть не знаю, как у вас, а у меня очень редко, но попадаются такие скептичные, критичные, такие логически выстроенным мозгом люди. Которые категорично рассуждают о микросферах. Например, я купила уже два месяца, я, как вы говорили, прикладываю изделия, а у меня как болели колени, так и болят. Вот я вчера упала, позавчера там или лед, да, разбила колено, и вот я прикладываю, оно у меня болит. И я всегда, когда слушаю людей таких, я там серию вопросов определенных задаю, а сегодня вот женщина из Питера звонила, она сама, сама же начала без моих вопросов это говорить. Она говорит, да, правда, у меня наладился кишечник, она говорит, да, у меня исчезли головные боли, да, у меня там вот то-то-то, да, но у меня по-прежнему ноги плохо ходят, у меня по-прежнему там что-то еще там какая-то проблема и так далее. Вот. Я смеюсь и говорю, интересно, вы чего хотите от своего организма? Вы хотите, приложив эти изделия, в течение нескольких сеансов полностью решить все проблемы за всю жизнь, вам там 70 лет. Да, вы это обещали, когда рассказываете о микросферах. Она говорит, вот сколько ваша мама пользовалась? Я говорю, недолго, год, может быть, даже меньше года. Да, и у нее были потрясающие результаты, но при вскрытии, уверяю вас, что если вас вскроют, она захохотала, у вас будут те же самые признаки того, что были у моей мамы, идеальные сосуды, идеально все. Она смеется. Я говорю, понимаете, чистые сосуды невозможно чувствовать. Вот просто так, вот они стали у меня все чистыми, и почему вот я этого там не чувствую? Так вот, я сегодня хочу об этом сказать. Что же я поняла, мне нравится, как Алексей говорит, лучше всех знает о микросферах. И вы знаете, без ложной скромности я скажу, это действительно так. Но помимо меня пользуются, я думаю, 15 лет многие люди, которые когда-то купили эти изделия. Но мы все устроены им по-разному. Большинство из нас очень эгоистично. Нам помогло, приложили, и все. Мы никогда не подумаем ни о соседе, ни о члене семьи, ни о ком. А мне помогло, и все. Я даже не обсужу это ни с кем. А потом помогло, я отложил, а потом опять у меня заболело, я опять приложил. И так и не понял, вообще от этого это произошло или не от этого это произошло. А вот я устроена иначе. Я, если мне что-то попало в руки, во-первых, я расскажу всему свету. То есть так я устроена. И это не касается только микросферы, абсолютно всего, чем бы я ни занимала. Психология, значит, все мои друзья были у меня дома на тренингах, и я со всеми с ними провела все тренинги, за которые платила бешеные деньги, чтобы что-то понять о жизни, это новое. Мне скучно знать это только одной. И микросферы – это было тем счастливым, что попало к человеку в руки абсолютно здоровому. То есть у меня не болело ничего, понимаете? Я была энергичная до сумасшествия. Я училась не прекращая, я общалась не прекращая. И это изделие попало к здоровому человеку. Вот в этом вообще вся уникальность. Зачем мне вообще нужно было это изделие? Да не зачем, не нужно оно мне было, потому что я и так себя хорошо чувствовала. Мало того, я занималась духовными практиками, я занималась аффирмациями, я много чего делала как психолог, чтобы быть здоровой и было чем обмениваться с людьми. И вот в этом-то была вся пенность. Когда эти изделия попадали в руки к больным людям, у кого что-то болело, как у моего мужа, например, у него он там лысый был, сна не было, боли в ногах, боли головные, постоянные, непрекращающиеся. Конечно, это чудесно. Он начинает спать на подушке, у него тут же налаживается сон. У него проходят головные боли. Он кладет подушку между ног, у него проходят боли в ногах. Как же ему не полюбить этот предмет? Он никому об этом не рассказывает. Он глубоко интервитированный человек. Он просто рад. И я узнаю об этом косвенно, что он отдает деньги, чтобы я заплатила за этот предмет. А так бы он мне его отдал, и деньги бы не отдал за эту подушку. А так он отдал деньги. Это было большим знаком. И дальше, получается, я просто беру это как здоровый человек. Профилактически. Я же занимаюсь кучей практик различных. Думаю, ну, если моему мужу это помогло, и столько эффектов у него. Даже лысина заросла. Что же мне не взять чисто профилактически и не начать этим пользоваться? И вот тут началось мое исследование. Я очень люблю писать дневники, ну, как психолог, делать выводы. Я, когда разговариваю с людьми, вот у психологов такая обязанность. Мы записываем все разговоры, потом анализируем эти разговоры и готовимся к следующей встрече. идет глобальная деятельность за рамками консультации, которую делает психолог. И вот, когда ко мне попало это изделие, началась вот эта колоссальная работа за рамками пользования этим изделием. Почему? Потому что вместо того, чтобы у меня все там, типа, я еще лучше себя стала чувствовать, наоборот, у меня начало обостряться то, что уже давно не болело. Понять этого было невозможно. Я просто не связывала это с микросферами, но как бы выкладывала в свою копилку того, что со мной происходит. Потому что привыкла анализировать жизнь других и анализировать свою жизнь. И первая была неприятность, что я начала засыпать на ходу. То есть человек, который энергичный, который просто пышет энергией, вдруг человек становится сонной мухой. Это неприятно. Тем более, что я работаю с людьми и мне нужно быть энергичной. А я вдруг засыпаю на консультации. Засыпаю, консультируя человека. Я никак это не связывала с подушкой. Никоим образом. Я просто не могла понять, что происходит со мной. И интуитивно я отложила подушку. Я отложила ее на несколько дней и ко мне вернулась моя энергия. Я вам должна сказать, что за два года до этого я была на диагностике у одного очень талантливого врача у нас в Москве. И он сделал диагностику и сказал, что вы потрясающе имеете организм, вас хоть в космос пускай, но у вас нервная система, говорит, на пределе, как струна. А я говорю, да я сейчас только что с тренинга приехала, естественно, я обменялась с людьми энергией, это нормально. Он мне выписал такие биодобавки, бакшин. И я начала эти биодобавки пить и начала засыпать на ходу. Это было за два года до этого. Как вы думаете, что я сделала с этими биодобавками? Я их выбросила, потому что, я думаю, какую-то гага с ней выписали, что я начинаю быть сонной. Мне совершенно это не нужно. Мне нужно быть энергичной. Я выбросила их. И когда со мной то же самое случилось, когда я начала спать на подушке, я вспомнила, что со мной это уже было. И что было после биодобавки. И я потом, надо сказать, эти добавки покупала и пила уже специально. Так вот, начала лечиться нервная система. И в мою копилку легло... Да, у меня никогда не было давления. То есть с давлением у меня вообще не было никогда проблем. Факт тоже такой. Моя мама гипертоник. Там мой муж там вечно лоб красный. Отец от инсульта умер. В общем, кругом все гипертоники. Я нет. Тоже опять факт. Вам живу в тех же условиях. Все то же самое. Что во мне не так, что у меня нет гипертонии. Почему у всех есть, а у меня нет. А потом уже, когда я занялась психологией, я поняла. Я была патологически не критична. Патологически. Вот, понимаете, вот бывает такой, рождается человек вот такой с позитивным взглядом на жизнь. Просто патологический позитивный взгляд на жизнь. И надо мной всегда смеялись и говорили, ну, у Светланы клопу коньяком пахнут. Так вот, или стакан там наполовину полон всегда. И получается, что у меня просто работали сосуды, не засорялись, хотя я питалась, как все. Просто от того, что я была очень позитивна к этому миру. Я принимала этот мир таким, какой он есть, не критикуя его, не осуждая никого. Но я даже не могу вам рассказать свое состояние, как я любила каждого одноклассника, как я любила всех, кто жил со мной во дворе. Совершенно искренне это говорю. Я каждым любовалась, каждым мальчиком, каждой девочкой. Не знаю, откуда это у меня. Вот такая была и все. И поэтому не было давления. Так вот, звонит мне сегодня женщина и говорит, вот, а вот у меня я все равно пью там вот от давления, там то все. Я говорю, ну вы постепенно перестанете пить. Она говорит, правда, я втихаря от врача уменьшила дозу, но не рассказываю об этом врачу. Я говорю, ну правильно делаете. А потом, говорю, доза вообще уйдет. Я говорю, ну вы же понимаете, вы все равно не верите, что у вас сосуды чистые. Моя мама, погибнув, и у нее оказалось чистые сосуды, каких вообще врач, патология она там не видел. А она продолжала пить таблетки, там, разжижающие, там, еще что-то. Откуда мы знали, что это внутри организма? Но моя мама была, сама критик. Она перестройка, когда-то начинала, хватала вот так и говорила, мне бы автоматы, я сейчас всех бы расстреляла. Вот представьте, если в таком состоянии человек смотрит телевизор, как же у него не будет давления. Ну так вот, это очень сложный инструмент микросферы. Вот так по крупицам, когда у меня начало одно за другим обостряться, вместо того, чтобы проходить. И самые критичные люди, я их обожаю, они пишут мне, да вы посмотрите на историю Криско, она, и то у нее, и все у нее, и рак у нее, да, и мол, она там о микросферах, что они помогают. Да, я о микросферах и то, что они помогают. Именно потому, что я всем этим переболела в моменты пользования микросферами. Так вот, что же со мной сделали микросферы? Может быть, мой пример наиболее показателен для того, чтобы понять, что такое микросферы. значит, потому что при всем моем позитивизме и так далее, организм весь организм, он засорился, прекратилась менструация, началась менопауза, я растолстела на 20 килограмм, вообще ничего не делая, просто расползлась с талом, жирная, и я ничего не могла сделать, организм вот так жил, как все живут люди и пытался уже умирать. Мне было 58 лет, когда ко мне попала подушка и я еще не знала, что у меня уже остеопороз, только у меня начали вдруг подвихиваться голеностопы, у меня вдруг начали болеть плечи, у меня начали болеть колени, тазобедные суставы, ходить некогда было по больницам, чтобы знать, что у тебя остеопороз, и тогда я даже слышать об этом не слышала. То есть все начиналось как у всех. Болела поджелудочная время от времени, болел желудок, тошнило, болели почки, все нормально, начинали, когда закончилась менопауза, все начало валиться. Начали болеть там стопы и попадают микросферы, я борюсь, я занимаюсь практиками, стою в столбе, дышу, лежу в ванне со свечами, значит, чищусь солью, содой, делаю клизмы, то есть я пытаюсь, пытаюсь выжить. и попадает в микросферы и начинается очень интересная вещь. Я встречаюсь с людьми, с которыми никогда бы не встретилась. Рассказывая тупо истории людей, которые вылечились, историю моего мужа, историю моей мамы, историю моих клиентов, вставших после инсульта и ни одного. Я просто рассказываю то, что есть, рассказываю правду. Почему это происходит, я не знаю. И почему мне не может никто рассказать. я пошла даже в Сеченов, в какой-то наш военно-медицинской академии, я собрала ректора, всех завкафедр, принесла эти изделия и сказала, что эти изделия с 70-х годов используются. Они у нас в ожоговых центрах, они у нас в пренатальных центрах, у нас делают операции, рак печени, заводят туда микросферы вокруг разложившейся печени, она полностью восстанавливается до навразивания. рожденного состояния. То есть у нас это делают. Дайте мне исследования, дайте мне кандидатские, чтобы не делать открытия по новой. Помогите мне, чтобы и я, как логики, как люди другие логики, чтобы это поняли. Ведь это уже исследовано, ведь это уже используют и в спецвойсках. Лечат разведчиков, лечат, значит, воюющих в других странах. Значит, то есть где такие тайные все наши вещи, они сидят вот с такими ртами. Никто из них, представьте, это ректор, это зав военная медицина, никто ничего не знает. Они говорят, мы вам помочь не можем, мы понятия не имеем об этом. Говорили они, но все изделия разобрали в подарок. говорили они правду или нет и вообще просто, чтобы от меня отделаться, но это факт. И пришлось по крупицам, значит, вот просто врачи, кто-то берет на исследование куда-то, в каком-то отделении у себя, делает маленькое исследование, это исследование кладет в копилку производителя. Вот мы таких десятки сделали исследований. Сделали из патологии с детьми, с детьми-аутистами, с детьми с церебральным поличом, дарили эти изделия в детские дома, благодарственные письма получали, получали очень хорошие результаты, но все это государством считается недействительным, потому что, чтобы это было действительно в медицине, медицина государственная, министерство должно сделать официальный заказ. По этому официальному заказу должны делать медицинские специальные органы, и, как мне сказали врачи, на каждый чих отдельные исследования, которые стоят миллионы, то есть, например, что микросферы помогают при ОРГИ, отдельные исследования миллионы, что микросферы помогают вены на ногах уходят, отдельные исследования, миллионы, что микросферы помогают снять головную боль такого-то характера, миллионы, ну и так далее. То есть, это совершенно нереально. Когда я это поняла, и когда мне об этом рассказали, вот, я поняла, что просто буду рассказывать об этом, пока буду жива, потому что то, что происходит, когда люди начинают пользоваться изделиями, пусть не со всеми, не стопроцентно, но у меня 90% происходит, а 10% не происходит. 90% для меня важнее, чем 10%, и я решила, что я буду об этом рассказывать. и когда вот этим упорством своим, и я же каждый день с людьми, каждый день с людьми, они покупают, они приносят мне свои истории, они покупают, они приносят мне свои истории, 15 лет, понимаете, вот если бы не пандемия, я так и продолжала бы этим заниматься. Это огромный, колоссальный, практический опыт, но я все-таки психолог и педагог, я не врач, и надо сказать, то есть я изучала там анатомию, потому что я медсестра запаса там, и потому что худграфовцы изучают там анатомию, потому что рисовать надо только с этой точки зрения. Все остальное для меня темный лес, но когда вдруг я начала слушать лекции, например, о мозге лекцию или там лекцию о сосудах, у меня складывал мой мозг выводы, я все применяла, прикладывала к тому, что происходит, когда люди пользуются микросферами. И все эти лекции разрозненные медицинские, психологические, которые рассказывали об устройстве человека, об его анатомии, об эндокринной системе, о мозге, они подвигали меня к тому, чтобы я делала выводы, что же происходит. Потому что психологию я обожаю за то, что она, как и гомеопатия, она целостно восстанавливает человека. То есть у человека меняется взгляд на жизнь, на какую-то жизненную ситуацию, вроде бы всего лишь, но любой измененный взгляд на эту жизнь включает потрясающие биохимические процессы и электромагнитные процессы в организме человека. Не просто так же помогает психолог, многие смеются над этим. И я вам должна сказать, микросферы действуют так же, они действуют как психология, как гомеопатия и еще глубже. Многие смеются над тем духовным эффектом, о котором я говорю. Так вот, он есть. Смотрите, как это легло в парадигму того, что происходило со мной. В 90-е годы я попала случайно, потому что писала диссертацию об общении на тренинг общения в Латвийский университет. Вела там профессор Спиваковская тренинг общения. Он проходил неделю погружения в этот процесс практических упражнений друг с другом каждого человека, теории и рассуждения о том, что с нами происходило. Что же произошло со мной? Мне тогда было 40 лет. Старше меня люди были, 45 лет. В основном была там молодежь. Так вот, тем, кто был старше, было хуже всего. У нас менялось мировоззрение, а этот тренинг был основан на гуманистических принципах. Менялось мировоззрение полностью к жизни, к людям. Я так заболела, что к концу седьмого дня у меня не было живого места на моем теле, которое бы не болело. А я вообще, повторяю, не болеющий человек. То есть, вот представьте себе, кусок от пяток до кончиков волос боли, сплошной боли. Когда я ехала в поезде уже назад из Риги в Орел к себе, я ехала и думала, а я вообще живой приеду. Я лежала на полке сутки, не вставая, не пила, не в туалет не ходила, ничего. У меня была только мечта живой вернуться домой. Вот так мне было плохо. Мимо меня ходил мужчина и говорил, господи, мне бы такой богатырский сон. Ну, то есть, он завидовал, что я не встаю сутки. А я думала, мужик, я помру скоро. Вот. Так вот, когда я добралась до дома, спустя несколько часов я просто залезла в ванну, потому что муж увидел меня и сказал, ты с ума сошла, такие деньги потратила, чтобы вот приехать такой. То есть, он увидел меня и испугался. Я легла в ванну, полежала, и вы понимаете, вот так раз и все. И я выхожу из ванной, не валит ни одна точка, энергия бьет ключом, я просто потрясающим ресурсным состоянием. Это называют психологией экзистенциальный эффект. То есть, экзистенциальный, то есть, у меня произошло капитальное обнуление всего абсолютно в моей жизни. и я все, я бросила диссертацию, я поступила на психфак, в МГУ, я стала психологом, я просто ушла в другую жизнь. Так вот, вот такое же микросферы. и они почему это происходит и как я это поняла. Вот, например, позавчера приходит мой муж, мы с ним пользуемся 15 лет. он прекрасно выглядит, хорошо себя чувствует. Я говорила о том, что у него прошла еще и аденома простаты, он радуется, этому невозможно, как все мужики носятся со своей пипиской. Вот, и, короче, радуется, невозможно, что здоров. Так вот, он приходит, он ходил к почке, кто проверяет, он в санаторий собирается очередной раз, вот ходит, проверяется. И он приходит вот с такими глазами, я думаю, господи, что хоть у него еще произошло? Он говорит, Света, я сегодня делал УЗИ почек. Я тебе не говорил, но у меня давно кисты на почках. Я говорю, ну, у меня были тоже, у меня рассосались там, там, шесть лет назад. А он говорит, Света, у меня их нет. Врач говорит, бегает, нет, вы еще раз сядьте, смотри, вот же они есть, но вот их нет. Потом вот так разводит руками, говорит, ну, бывает. А я, говорит, ей ничего не говорю о микросфере, бесполезно, а что им рассказывать? так вот, вы поймите, если бы мы с мужем не продолжали упорно пользоваться этими изделиями, упорно наблюдать, скажите, пожалуйста, с чего это вдруг у 73-х с лишним человека, у которого были кисты на почках все это время, но аденома простаты постепенно проходила, проходила и совсем ушла. раз и исчезли кисты на 15-й год пользования микросферами. Я должна вам сказать, мы сначала с мужем не пользовались так, мы пользовались ну, там, подушечкой, там, очками, и то, может, не каждый день. Постепенно, год за годом, когда мы видели, что происходит с организмом, особенно после того, как я перенесла рак, мы с мужем с микросфер не слазим. Мы завернутые, матрас, подушка, там, мой муж в шортах, там, тапочки время от времени девают, очки обязательно, вот, я там тоже разные предметы меня, он руки еще варежки засовывает, потому что иногда у него руки болят, он поспит неделю, две, все, все прошло. У него болели стопы, но он тоже в тапочках долго довольно спал, периодами полностью перестали болеть, значит, у него перестали болеть стопы. И вот, обратите внимание, я специально рассказываю, 15-й год, только когда микросферы окончательно убрали все половые микробы, потому что в свое время и у него, у меня были весь букет половых микроб, какие только могут быть, и урёплазма, и бекоплазма, и хламидии, и половой герпес, и все на свете было. Понимаете? Когда он болел вот этой аденомой простаты, у меня была миома, и там зрела целая серия заболеваний. Обратите внимание, я об этом рассказываю, нисколько не стесняясь, потому что я поняла, что я не гулящая женщина, женщина, которая пожила с 19 лет с одним мужчиной всю жизнь. Вот так мне повезло. Так вот, ну, мой муж гулял, правда, он моряк был, ему простительно. Так вот, что это значит? Что? Мой папа был тоже гулящий, мои деды были гулящие, женщины все были порядочные. Так вот, что получается? Половые микробы передаются по роду, они передаются с рождением уже. И от этого никуда не деться. Именно так нас метит нравственность, по которой нас заставляют жить, а мы не живем по этим нравственным законам, плюем на них. Так вот, когда наконец мой муж начал жить по этим нравственным законам, потому что не хотел с пузырьком ходить между ног, понимаете? Когда мы прекратили близкие отношения, потому что я не собиралась жить с мужчиной, который болен аденомы просат и куча всяких там микров. Вот, много лет прошло и наш организм очистился. Нас простила вселенная за грехи наших предков, за грехи имя у его мужа, очистила мой организм, очистила его организм. И мы в 70 с лишним лет стали абсолютно здоровы, какими не были в 40 лет. понимаете? Именно потому, что получается целостное осознание жизни. Микросферы приводят к тому, что ты начинаешь проводить вот эти параллели. Люди думают, что я буду вести себя, как вел, изменять, бегать, красть, обманывать, злобствовать. и микросферы должны мне помочь прямо в одну секундочку. Мои дорогие, нет, у вас долгий путь нравственных изменений, экзистенциальных изменений, которыми ведут микросферы. Да, они приведут к полному очищению, потому что они будут учить вас и обстоятельствами в жизни, и тем, что происходит, как учили меня. меня вдруг начало тошнить и рвать на жареную пищу. Просто рвота открывалась, и тошнота. А потому что мой организм говорил, ну ты же подумай, ну что ты в рот суешь. Ну в конце концов, я очищаю, там тебе помогаю тебе. Ну ты же не суй специально я в рот. Ну ты что делаешь? Дальше что происходит? Дальше ты перестаешь много есть. Это потрясение. Я просто триладит была. Вы не представляете, я была худая, но ела столько много, ну просто на мою тарелку смотреть было страшно, сколько я ела по количеству. Сейчас я даже стакан чая пью минут сорок. Понимаете? Он просто, ну не льется, просто так глыть-глыть, чтобы его вылить. А уж тем более неправильно сочетающая пищу. Все, все, я бы рада, я бы ужасно была бы рада, как попала съесть. Вот пришла недавно в ресторанчик со своим внуком, я со школы веду, и мы очень часто в ресторан заходим. И я взяла, что взял он. А он взял какао, большой такой стакан, и взял картошку фри, значит, там с этим. Короче, я все это съела. Господи, как же мне было плохо. Меня так носила, это было ужасно. Вот. То есть я поняла, что я съела совершенный яд. Понимаете? Да еще не сочетающее. Какао с молоком, да жареную картошку. Когда-то в молодости я все это ела, у меня переваривалось запросто. Да, переваривалось. Всегда запросто. Но у меня рак желудка потом начался. У меня поджелудочная болела. У меня ожирение печени было. Понимаете? Так вот, мой организм стал отказываться от этого. Не через месяц, не через два, через годы. Понимаете? Через годы. А потом он уже еще дальше заходит, еще дальше начинает заставлять. Почему это происходит? Почему я говорю подушка? В первую очередь покупайте подушку, ради Бога. потому что вот сейчас я рассказываю процесс, который я совершенно случайно услышала лекцию и все поняла. Что же здесь в этом, в этой лекции было? А был рассказ о том, я несколько раз рассказывала и еще раз расскажу, потому что это лежит в основе, почему изменения такие в организме. Со всем организм происходит. А лежит в основе следующее. «Каждая наша клеточка имеет светящиеся частицы». Это сказали ученые, когда был открыт темнопольный микроскоп. Они увидели не только ядро и состав клетки, протоплазмы и все остальное прочее. Среди всего состава клетки они увидели светящиеся частицы. Вот эти светящиеся частицы и говорят об искре Божьей. Вот почему мы теплые, почему мы светимся, почему с нами это происходит. Итак, дальше. Вот эта свечащаяся частица, мало того, что она в каждой клеточке. И если вы прикладываете к любому участку, как сегодня сказал Алексей, неважно, у вас туда приливает кровь, у вас начинает организм сам, потому что для того, чтобы он с чем-то справился, должна прилить кровь. Именно это происходит. Так вот, тоже происходило, когда изучали Джуну. Джуну изучали со специальным свете, значит, сидел больной и она прикладывала руки. И те места, которые были больны у человека, они были синие, холодные, а здоровые части тела были розово-красные. Да вот, когда Джуна прикладывала руки, вот эта краснота заполняла синеву. Вот именно это, кровоток приливал, когда она прикладывала руки. То же самое происходит с микроскерами. И что происходит самое главное в мозге? А у нас самый главный есть момент, шишковидная железа. Эта шишковидная железа оказывается кристалл. И этот кристалл, он нуждается в определенном количестве света, фотонов света. И он недополучает эти фотоны света. так так вот когда мы лежим на подушке или одеваем шапочку или одеваем очки, вот эти фотоны света, а наш глаз излучает, нужно зажечь три миллиона свечей для того, чтобы было столько энергии, сколько излучают глаза. Так вот, когда вы лежите, вот это излучение не кровать вашу греет и соседа по кровати. А это излучение попадает в этот шарик, а он как линза, в том-то все и дело, что это просто стекло, холодное стекло, но с тонюсенькой стенкой малюсенький шарик. Этот луч попал, преломился во внешней стенке, отразился на внутренней поверхности этого шарика и вышел точно таким, каким вошел. Этот момент называется стоячая волна. не затухающая стоячая волна. Так вот, ваша шишковидная железа начинает быть атакована излучением каждой клетки вашего мозга и получает вот это три миллиона свечей, получает вот эти фотоны света. Когда это увидел практикующий Дима Лапшунов, есть такой у нас пронагет, мальчик и так далее. Когда он лег на подушку, он сказал, Света, я тебе ничего не могу сказать. Единственное, я тебе могу сказать, когда я лежу на подушке, у меня светится как лампочка шишковидная железа, а когда я подушку убираю, она гаснет. Вот все, что он мне сказал. Когда я услышала эту лекцию, все, склеилось. Так вот, шишковидная, а что вы скажете, ну и что, и горит она, и что? Так вот, когда шишковидная получает достаточно света, оказывается, наш мозг начинает выделять гормон, который называется базопрессин. Этот гормон отвечает за влажность клетки. То есть, что происходит с нами, когда мы стареем? Когда мы стареем, мы с вами сохнем. Сосуды наши становятся стеклянные, патологоанатомы бьют, как стекло. Мозг наш становится худенький, еле-еле эти звенины, и мы страдаем от альсгеймера, от склероза и от всякой ерунды. У нас все там кальцинируется. И то же самое происходит с шишковидной железой. Она превращается в камень, буквально. Она усыхает. То же самое происходит с вилочковой железой. Она, как шагреневая кожа, уничтожается. Мы умираем, когда она уничтожается. То есть эндокринная система это такой секретный элемент, сколько мы будем жить, вы понимаете? И когда мне сделали снимок, томограмму и сказали, что у меня мозг, как будто я только что родилась, я спросила, а что это такое? Он говорит, пухлый, занимает всю черепную коробку, такого не бывает в возрасте у людей. Я поняла. Ваза прессин. он делает жидкой клетку, клетки расправляются, мозга, сосудов. Дальше что происходит? В этой лекции говорили о том, что мозг становится проводником тонких вибраций Вселенной, вибраций тонкой частоты, высокой частоты. все наши болезни это жители в нашем организме низкочастотные. Это микробы, глисты, бактерии, грибы, вирусы и так далее. Каждый из них имеет свою частоту, но низкую частоту, каждую свою. И когда мы заболеваем и постепенно готовимся умирать, фактически, если взять образ, нас закапывают уже энергетически в землю. То есть даже иногда я видела ауры людей и наша вот эта аура, яичко, в котором мы должны находиться, оно выше колен бывает у людей, а потом еще выше бедер. То есть оно уже вот здесь, а внизу, где находятся наши ноги, свечения нет. Вот у кого отказывают стопы, колени, ноги. Если у вас там болит, значит у вас уже там свечения нет. Вы уже в земле закопаны. Что делают микросферы? Микросферы возвращают влажность клетки, тонкие вибрации мозг начинает их принимать, они начинают выталкивать низкие вибрации, включают вилочковую железу. Вилочковая железа оказывается при вот этих тонких вибрациях она включает костный мозг. А костный мозг связан с кровью, с макрофагами, то есть короче с тем, что борется. Я после рака колола аллопланты, это придумал Мулдашев, аллопланты, которые макрофаги появляются в крови, они начинают бороться с патологией крови. так вот микросферы это включают, они включают вот этот процесс, вот этих макрофагов и этой возможности крови. Из организма сами исчезают длистые микробы, бактерии, как исчезли у моего мужа все половые микробы, которыми он болел, за что его вселенная наказывала, потому что он вел безнадостный образ жизни. Естественно, я живя с ним и предки у меня были не святые, я тоже их имела. Теперь же, когда мы старенькие, когда все наоборот должно цвести ярким букетом, я сдаю на темнопольном микроскопе кровь, а врачи в Киеве падают в обморок. Мне тогда уже было 65, они говорят, Света, твоя кровь нам неинтересна, а я говорю, а что такое? Они говорят, да потому что мы тебе покажем кровь, кто нам интересен, и они показывают кровь людей, у которых плавают хламидии, они оказывается, я увидела, что такое хламидия, она как фиолетовая, как плякса такая вот во все стороны, они показали мне глисты в капле крови, прям с глазками, прям с ротиком, они мне показали грибы, они там разной формы есть, как вот, как штанги такие есть, ну, разной формы, вот, они говорят, «А твоя кровь», значит, электроциты бегают, значит, и ничего там нет, вы понимаете? я пользовалась всего лишь одной подушкой, значит, начала я в 58 лет, а это у меня было, ну, в общем, лет 5, вот так, года 4, одной подушкой, и то не всегда, когда я сделала командировки, не брала, тогда я еще до конца не понимала. Вот поймите, кровь моя была уже без глистов, без грибов и так далее, а потом меня хватает рак, а что же такое, что произошло? А произошло следующее, я занималась бизнесом и относилась к вырослу, к обману, к тому, что у меня отнимали бизнес, к тому, что у меня налоговая проверяла, каждый год чесала, только так вообще это было страшно, я работала чисто, вот, постоянно была под стрессом, что меня отнимут бизнес, каждый момент, подчиненный меня не слушаясь, я так обиделась на этот мир, я его возненавидела, я, я, я просто не могла жить в этом мире, и я заходила в свой офис, а меня начинало рвать, и я бежала в туалет рваться, у меня пища не выходила, а выходило что-то беленькое, это вот уже у меня рак зрел, вот, какие-то такие выделения, как когда мы сморкаемся, а это изнутри, вот, и у меня начался скоротечный рак, скоротечный рак, который должен был у меня съесть 6 месяцев, почему? А потому что я уже не могла жить в этом воровском мире, полном агрессии, обмана, лени, понимаете, то есть я зацепилась за нравственность, за идеалы, я начала иметь претензии на божественный замысел, меня никто не заставляет вести безнравственно, вести виденравственно, продолжать быть порядочной, продолжать быть хорошей, но не надо лезть в другой мир, тот, кто его придумал, знает, почему это происходит, почему воруют, почему убивают, почему насилуют, почему обманывают, почему изменяют, он знает, не твое дело, твое дело, ничего не понимая, вести себя правильно, и все, я же просто была раздираема, когда я была психолог, я этого не знала, понимаете, мир был прекрасен, люди прекрасны, каждый человек прекрасен, мир создается любовью, я была здорова, когда я занялась бизнесом, я ненавидела эту мир, ну так вот, вот тебе и получай рак, а меня еще спрашивали, вот она пользовалась и заболела раком, да конечно, микросферы просто не дают тебя вести, но они тебе не дали это, да, ты заболела, тебе сказали, скоротечный рак, и дальше проверка, ну и что, ты спадешь в отчаяние, начнешь проклинать этот мир, я засмеялась, когда мне врач сказал, что мне полгода жизни осталось, я сказала, ой, боже мой, и есть теперь с чем бороться, говорю, очень хорошо, он говорит, ну дай бог вам успеха в этом деле, оттяпали мне все, и отпустили домой, ничего не делали, кроме химиотерапии предлагая, я отказалась от химиотерапии, но я знала, почему я больна, поэтому я ушла из семьи, я сняла квартиру, я раздала весь бизнес, для того, чтобы не испытывать отрицательные эмоции, вот, я оказалась фактически в келье, я начала ощелачивать организм, делать клизмы, лежать в ванне с солью и содой, есть только ощелачивающую пищу, и встречаться с людьми, которые меня любили и верили в меня, я даже с дочерью перестала встречаться, потому что, когда она приходила ко мне в гости, у меня болел живот, оказывается, она думала, что я умру, она не верила, что я выживу, и я сказала, ходи пореже ко мне, так вот, человек, когда болен, он должен задуматься, чем он сильнее болен, тем неправильнее он мыслит, неправильнее, и дальше, я завернулась вся в микросферы, я всего лишь один раз поговорила с Богом, сказала ему, все, я не имею претензий к твоему миру, он совершенен, и только ты знаешь, почему в нем все это происходит, я отвечаю только за себя, и я даю тебе слово, что я никогда никого не осужу, и буду отвечать только за себя и за свои поступки, все, один разговор, и дальше, правильный образ жизни, хорошие люди, которые меня любят рядом, ни малейшего раздражения, за этот момент у меня отняли окончательно мой бизнес, тот, кого я наняла, он просто закрыл дверь и сказал, бизнес мой, и я закрыла дверь и просто вышла, все, меня обнулили по всем параметрам, меня бросили все мои партнеры, кроме одного, кроме Тверского, Михаила Фадеева, один он позвонил и сказал, Света, я буду платить, пока ты жива, тебе 50 тысяч, вот поэтому я до сих пор служу ему, потому что он, он очень хороший человек, порядочный, я только таким бизнесменом теперь буду служить, так вот, вот что такое микросферы, они включают тонкие вибрации любви, понимаете, космические, для этого придумали религии, куча правил, куча всего, чтобы вот это включать, включать, но люди по-прежнему идут покаяться и тут же идет грешат, все это ерунда превратилась в игру с Богом, так вот, микросферы, вот этот тонкий уровень любви, вот этих вибраций включают, когда вы спите на подушке, в очках, они включают и начинают выталкивать вот эти низкие вибрации, они начинают постепенно вас учить различные поступки, различные слова, различные действия делать, основываясь на совести, болит ли у вас совесть, когда вы это делаете, болит, не делайте, не болит, делайте, даже если это противоречит всем правилам этого мира, понимаете, то есть вы становитесь постепенно как-то праведником, понимаете, то есть человеком, который живет по космическим, по правилам НАВИ, прави, вернее, то есть микросферы, это то, что отражает вашу божественную искру, а это стандарт, это стандарт нечеловеческий ваш, который связан с тем, как вы родились, как вы прожили, каков ваш род, какие ваши предыдущие воплощения, с какой вы планеты, это не связано, понимаете, это связано с божественной искрой, со стандартом, на который мы должны равняться и по которому мы должны жить, для того, чтобы не имея память предыдущего воплощения рода грехов, ничего не имея, жить по этим правилам, основываться на них, и тогда только вы будете здоровы, и в вашей жизни будет сплошное счастье, как у меня, то есть ну моя жизнь просто сказка, просто сказка в этом аду, вот в этой крови, в этой войне, в этой ненависти к России, моя жизнь сказка, я каждый день благодарю, каждый день ложусь с благодарностью, стою с благодарностью, люблю микросферы так, что я не могу вам передать, каждая ночь, когда я ложусь в микросферы, она подобна раю, раю, вот это как будто пуховая перина, хотя они твердые, это то, что непередаваемо, знаете, что сейчас происходит со мной во сне, у меня пошла уже работа на уровне тонком, там на тонком уровне мы на духовной родине, каждый день, каждый день это, это что-то, я вижу своих предков, дедушку, бабушку, моих двоюродных сестер, братьев, я вижу кладбище, я вижу свадьбы на кладбище, я вижу свою маму, которая готовит новую какую-то себе место, вот, то есть, сейчас идет такая работа, это, это просто ни с чем не сравнимо, понимаете, и микросферы, уже очистив мое тело, приведя его в идеальное состояние, они уже начинают, они начинают, понимаете, что, они начали род, я помогаю на тонком уровне всем моим двоюродным, всем моим предкам умершим, то есть, короче, уже пошла такая работа планетарная, планетарная, я отдала свое тело, я сказала, заберите все мои таланты, все мое тело, всю мою энергию на решение конфликта, который происходит на Украине, пусть я, когда буду спать, каждую ночь я работаю там и помогаю, чтобы это как-то разрешилось, потому что на физическом уровне мы не сделаем ничего, мы ничего здесь не можем на физике, кроме как погибнуть, больше ничего, на тонком уровне мы можем все, и поскольку я не вижу этот мир, не знаю, что там происходит, я просто говорю, я доверяю и отдаю все абсолютно туда, и даже если вдруг меня вдруг не станет, ну, значит, меня забрали на тонком уровне, чтобы я делала более серьезную работу, и если на физическом вдруг не буду, но я вам рассказываю о том, что после рака, после остеопороза, после гипотириоза, после миомы, после поликистоза, там, яичников, заболеваний почек, чего только у меня за жизнь не было, зрение и дальнозоркость и близорукость была, слух там я теряла, ну, все на свете было, все, ничего нет, вы понимаете, но на это ушло 15 лет, серьезнейшей работы, внутреннего диалога, понимаете, проверкасть, сверкасть, с совестью каждого момента, что я делаю, внутренний диалог, постоянно, что-то такое не то, я прости, прости, все вышли, прости, виновата, благодарю тебя за осознание, понимание и так далее, понимаете, вот, что такое микросферы, это луч божественный, ваш внутри, с которым вы родились, который отражается, который омолаживает постепенно ваш организм, о чем вы даже подозревать не будете, что вас внутри омолаживается, но и дальше ведет на работе, вашу работу на уровне психологическом, на уровне духовном, на уровне причинном, вы даже подозревать можете, не подозревать об этом, вот как я сейчас поняла, что у меня уже пошло через сны, я никогда не видела тяжелых слов, и дальше, что происходит с сосудами на простом уровне, ваши сосуды, содержимое, в общем, короче, все стенки заряжены минус, это мне врачи сказали, а вот содержимое перезаряжается, оно жидкое, оно состоит из молекул, клеточек, там, кровяных телец, и оказывается, что мы живем цивилизацией, оно все перезаряжается, вот, перезаряжается на плюс и начинает слепаться в камни, прилипать к стенкам и так далее, вот сейчас мне только что позвонила женщина, она говорит, Света, я вот ничего почти не чувствую, ну, правда, надо сказать, камни у меня исчезли в почках почему-то, я засмеялась, не могу, я думаю, ну, обалдеть, у нее ничего не происходит, вы понимаете, камни почему-то у нее в почках исчезли, я засмеялась, говорю, да какая-то первая, что с вами произошло, представляете, если бы камни ваши эти поперли бы из вас, они просто распались и вышли, и вы даже не почувствовали, что они вышли, она говорит, да, это что, от микросфер произошло, я говорю, а от чего еще вы думаете, просто так что ли, как у моего мужа, пришел и сказал через 15 лет, что у него кист нет, врач говорит, ну, бывает, а она такого не видела, понимаете, то же самое у меня исчезли кисты, бывает, но такого не видели, у моего брата 10 сантиметров участок, 8 процентов проходимости, через полгода пользования подушкой, чистые, все сосуды чистые, врач говорит, не знаем, ну, бывает, вот и все, что могут вам сказать, вы не видите, что внутри, внутри идет, тяжелейшие, сложнейшие процессы, но когда ваше тело физическое подчистится, на это уйдет там, у каждого по разному времени, у кого-то быстро, у кого-то нет, дальше ждите работу на более высоком уровне, на духовном, вы знаете, что если вы, это психологи знают, если вы у кого-то отняли материально, то у вас отнимут эмоционально, то есть у вас или умрет кто-то, или погибнет, или станет калеты, то есть вы должны пережить душевную боль, то есть вы не отдали материально, да ерунда, человек еще заработает, но вот вы расплатитесь более высокой духовной энергией, поэтому лучше этого не делать, и в мире все так происходит, так вот микросферы, когда помогут вашему телу, вот тогда держитесь, начнется глубинное, внутренняя, духовная работа, вот собственно, сегодня, что я хотела сказать, и вот эти предметы, о которых меня просили сказать, вот это, вот это, маленькие, но когда я их придумала, и люди начали их покупать, ко мне просто пачками приходят, заканчивается льется моча, а это многие пожилые знают о том, что льется моча у людей, недержание, заканчивается недержание, проходят боли при менструации, вылечиваются яичники, у мужчин проходят аденомопростаты, геморрой, ну и так далее, вот, то есть маленькие предметы, которые начинают колоссальную работу на физическом уровне, ну а потом на духовном. Китлана, ну что ж, большое спасибо, просто великолепный сегодня вебинар, завтра его поставлю в чат СБМ-клуб, и прям всем индивидуально разошлю информацию, чтобы обязательно посмотрели, потому что сегодня было прям очень понятно, очень эмоционально, я думаю, все, кто сегодня присутствовали, по достоинству оценили, включите микрофоны. Это опыт от Светланы, он дорогого стоит, Светлана, огромное спасибо, очень интересно. Да. Спасибо. Спасибо, спасибо. Да. Да, вот, Литва там подключилась, Геновай, ты тоже головой качаешь. А мы все время были? Да, да, да. Мы с самого начала были? Ну, я про это и говорю, просто на экране высвечивается лицо того человека, кто сейчас говорит. Вот сейчас на экране я, или нет? Да. Да. А вот сейчас будет говорить Геновай, так говорите. Ну, а что, было прекрасно. Лучше, да, прошу, да, а я почему себя не вижу? Я вижу только она валит на экране себе. Я вас вижу. Да. Кто говорит, кто-то на экране сейчас. Да, прекрасный, прекрасный вебинар. Да, да, да. Да, вот, сегодня что-то я предчувствовала перед вебинаром, понимаете, прям предчувствовала, что, наверное, вот мы все-таки, у нас 33 встреча, кстати, 33 года было Иисусу. Вот, 33 встреча. И, по-видимому, у нас уже произошло такое созревание, понимаете? То есть, вас не напугает сейчас вот эта информация, которую я сказала. Вы, по-видимому, готовы. Готовы уже. Вот, к пониманию, что вот такая работа может быть. Все правильно. Кто еще хочет что-то сказать, добавить? Может быть, кто-то свое впечатление хочет высказать? Просто нету слов, что тут уже говорили. говорить. Да, тут идет внутренняя работа. Хорошо. Ну что же. Идет внутренняя работа. Всем большое спасибо за участие. Светлана, вам просто очень большое спасибо за прекрасный вебинар. Я вам завтра, сегодня даже, может быть, обязательно пришлю также в Телеграм, чтобы вы поставили на своем сайте. На своем сайте, да. Любят, меня любят, ждут. Каждый наш вебинар прям невозможно. Все. Света, почему нет вебинара? О, Господи. Лезу. Еще пишут с немецкой компанией, да? Да, да, да. Они говорят, господи, мы хотим с немцами семинар, с немцами семинар. Почему у нас таких семинаров нет? Я говорю, вот они создали такую атмосферу. Ну, подключайте к нашему вебинару. Да, 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 точно надо будет. Да, я почему не подключаю? Помнишь, я однажды, я взяла и поместила сдуру на своем, как бы, телеграмме. И помните, мат тогда пошел, там страшные какие-то сексуальные штуки, молодежь там развлекалась. То есть пошли вот эти, поэтому я уже больше этого не делаю. Думаю, о, повалила, какая бесовщина. Просто можете кому-то индивидуально. Индивидуально, хорошо. Да, не так, что ставить, вот все, кто там. да, да. Потому что интернет. Поняла, то есть кому-то отдельно я могу это ставить. Конечно, просто если просто куда-то, ну как это. Вот я как раз поместила просто. Там еще что-то такое. Там специально ловушки есть. То есть все, все, которые сидят, играют. Да, да, все, я тогда буду индивидуально давать. ладно. Знаете, у меня сегодня девушка с России здесь присутствует. Правда? Вот, как здорово. Отлично. Здорово. Так что благодарим Светлану огромное, огромное. Галина, вы знаете, что нужно сделать. А я вас благодарю. Сать мне фамилии, имя, кто присутствует, вы взамен знаете, что получите. Да. Хорошо? Ну что ж, еще раз всем хорошего вечера. Большое спасибо за участие. Ну а Светлана, вам просто огромное спасибо за великолепный вебинар. И вам спасибо. Спасибо, спасибо. И следующего четверга. Я могу сказать глубоко. Будем ждать следующий четверг. Да, всего вас тоже. До свидания. До четверга. Спасибо. До свидания. Пока. До свидания. Всем здоровья. До свидания. Всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok